Всем добрый вечер! Начнем сегодня мы с приготовления собственного липа блютатиона. Здесь у меня написан рецепт. Сейчас я вам его попробую показать. Вот это рецепт, как он делается. Вы потом можете заморозить экранчик и прочитать его еще раз. Итак, я использую Glutatine Powder. Это просто пудра блютатиона, без никаких примесей. И в ней находится в половине чайной ложки 1 грамм. Далее, что я использую? Я использую фосфолипиды. Это наши известные фосфолипиды, которые мы с вами постоянно используем. Использую водичку. И еще я добавляю немножечко витамина С для того, чтобы просто эта жидкость лучше сохранялась. Я делала в прошлый раз 200 миллилитров. Использую по одной столовой ложке два раза в день. То есть, посмотрите вот сюда. Вы видите, никакого отслоения, ничего нет. Все, кто пробовал раньше делать коктейль, который рекомендовал доктор Клинхорн с фосфолипидами, вы, наверное, знаете, что если его не даже в ближайшие 5 минут, то там происходит отслоение. Здесь же ничего подобного не происходит. И весь секрет здесь в том, что используется вот этот аппаратик. Это аппарат для очистки ювелирных украшений. Ультразвуковой аппарат. Я вам сейчас попробую показать. Вот так вот он выглядит. Он есть в России, я уже смотрела. По-моему, стоит он порядка 50 долларов. Вот так вот я его устанавливаю на большее количество минут, на максимальное. Это в секундах. И пропускаю. То есть, вот это все, что я делаю. Вся разница в приготовлении по сравнению с тем, что как делалось раньше для приготовления коктейля. Сейчас я их продемонстрирую, потому что у меня уже порция закончилась. Сейчас я буду делать. Вот здесь у меня 200 мл воды. На 200 мл воды мне нужно 2,5 ложки порошка. А, это на 100 мл воды. Я вам показала на 100 мл воды. Сейчас мы делаем на 200 мл воды. То есть, я делаю на 5 чайных ложек порошка. Так как дозу я удваиваю, то я беру 2 столовых ложки косфолипидов. Добавляем 2 капсулепидов. В посылке витамина С можно и не добавлять. Но это немножечко... Как вы помните, во всех продуктах фирмы Кровер Консулейшн есть немножечко витамина С. Дениси Консервант. Это блайлер у меня такой маленький, в котором я, кстати, и в прошлый раз делала коктейли. Разница именно в том, что тогда я просто взбивала. Вот если просто взбить, да, вот такая смесь молочная все равно, но она очень быстро отслаивается. Сейчас этого не произойдет. Не произошло уже сколько? С 3 милем дома у меня. Так, я его просто заливаю. Доставляю режим. Включаю. И дальше все, что я должна сделать, я должна раз в минуту помешать его. Ну, я обычно делаю это чуть-чуть чаще. Для чего нам нужны эти коктолипиды? Почему мы вообще делаем лимфоформу? Мы делаем ее для того, чтобы она все-таки усвоилась. Потому что клетокеон, он водорастворимый. А так как он водорастворимый, а нам он нужен во внутриклеточном пространстве. Нам нужен транспорт для того, чтобы этот транспорт перенесл из внеклеточного пространства в внутриклеточное. Такого транспорта у клетки по сути нет. Потому что клетокеон в норме должен сам выработать. Но если же мы делаем жирорастворимую форму, но жирорастворимую как таковую мы не можем, он же водорастворимый. Но жирорастворимая форма бы прошла липид-мембрану. Мембрана – это по сути двойной слой вот этих самых фосполитидов. Что мы сейчас делаем? Мы делаем как бы вот такие маленькие микрокапсулы, которые подходя к мембране, будут как бы с ней сливаться и отдавать содержимое во внутриклеточное пространство. А содержимое – это как раз наши фосполитиды, блютатюры. Куда будут деваться сами фосполитиды? Фосполитиды – это наша клеточная мембрана. Нам нужно, чтобы фосполитиды попали в клеточную мембрану. Мы для этого их даем в клеточку. Так что в этом плане все отлично. И мембрану мы подлечили, и блютатион доставили в клетку. Таким образом я знаю, что это действительно капсулки, и они существуют. Ну, посмотрите сюда. Если ничего не отслаивается неделями, значит капсулки есть, они существуют. И вот это именно то, что нам нужно. Сейчас я буду просто мешать до того, как стыкл закончится. Потом вставил это в емкость и поставил в холодильник, и буду дать сюда. Спасибо за внимание.